Губернатор Николай Любимов провел совещание с руководителями дошкольных и общеобразовательных организаций всех районов области и города Рязани по видеоконференц-связи. Глава региона отметил, что переход на дистанционное обучение учащихся школ и студентов вузов был вынужденной мерой, направленной на сохранение здоровья и жизни детей. Для нас это новый опыт. И, как сказал наш президент на прошлой неделе, по текущей ситуации в образовании уникальный, конечно, опыт. Никто, естественно, специально не готовился к такому масштабному переходу процесса обучения полностью цифровой формат. И поэтому пришлось оперативно предпринимать определенные шаги для организации нормального образовательного процесса, чтобы все эффективно работали. Губернатор подчеркнул, что была оказана поддержка со стороны правительства области, Министерства цифрового развития, информационных технологий и связи, других региональных ведомств. Также большую роль в обеспечении качественной коммуникации между школьниками и педагогами сыграла активная работа в рамках национального проекта образования. Так, за прошлый год в Рязанской области стало значительно больше школ, в том числе сельских, где появился высокоскоростной интернет. Министерство образования взяло на себя решение всех этих непростых задач и, по моему мнению, достойно с этим справилось, как это было вообще возможно на данном этапе. И дети, конечно, с родителями тоже справились. Хотел бы сказать спасибо всем за ответственность, самостоятельность, понимание обстановки и терпение. Очень много сложностей было, в том числе технических, но вместе мы их преодолели. Глава региона поручил обеспечить полную готовность образовательных учреждений к проведению ЕГЭ, которые начнутся с 29 июня. Планируется окончательно проработать все основные вопросы, связанные с завершением учебного года, и довести эту информацию до жителей нашей области. Предполагается, что экзамены будут проводиться практически до конца июля, при этом предусмотрено введение новых требований в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по обеспечению безопасности пребывания участников ЕГЭ на пунктах проведения. У нас будет уменьшено количество участников ЕГЭ, находящихся в одной аудитории, будет обеспечен входной фильтр, также будет обработка пунктов проведения экзамена до экзамена, после экзамена. Особое внимание на совещание было уделено работе детских садов. Глава региона рассказал, что дошкольные учреждения к обычному режиму работы вернутся постепенно. На первом этапе планируем открыть дежурные группы. По согласованию с оперативным штабом начать это мы хотели предварительно, с 1 июня. Конечно, дежурные группы будут работать в особом режиме, согласно санитарным требованиям, установленным на период эпидемии. И, конечно же, опять же, повторюсь, исходя из эпидемиологической обстановки, насколько она нам это позволит сделать. На совещании обсуждались вопросы летней оздоровительной кампании. Отмечалось, что детские лагеря будут работать в том случае, если санэпидемообстановка это позволит. Также были высказаны предложения по проведению праздника большой выпускной, который может состояться в августе в день города Рязани.